Сила и ценность знаний для обладающих имя человека, безусловны. Об этом свидетельствуют изречения известных представителей человечества, относящиеся к самым различным направлениям человеческой деятельности, и наш личный опыт. Но овладение знаниями, его передача между субъектами, способными их освоить, сталкивается со значительным числом самых разнообразных трудностей. Знания находятся в непрерывном кругу обращений, описываемой моделью спирали знаний, предложенной и Куджира-Нанака, для объяснения того, как явные и неявные знания при генерации новых знаний взаимодействуют, благодаря четырем способам их преобразования. Информационный взрыв и возникновение биг-дейта, значительно изменив состав инфосферы, усложнили процесс управления знаниями. Стремительное развитие технологий в конце XX и начале XXI века привели к серьезной трансформации дисциплины инженерии знаний. Между фразами, показанными на слайде, два века, обе они об одном и том же, с некоторым различием семантических оттенков. При этом не следует забывать о когнитивных искажениях, всегда сопровождающих перевоз с другого языка. Первая фраза говорит о силе, приносимой человеку полученными знаниями. Вторая – о власти над обществом, которую приносит обладание знаний. Фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром», приписываемая банкиру Натану Ротшильду. Хотя следует отметить, что Ротшильд имел в виду не информацию вообще, а именно знания, инсайт, по поводу сражения наполеоновских войск, принесшие ему победу в большой биржевой игре. На самом деле, по-моему, это просто парафраз афоризма Фрэнсиса Бэкона «Knowledge is power», который у нас однозначно переводят как «знание – сила», но который также правильно может быть переведен как «знание – власть». Мы понимаем, что в обоих случаях речь идет о знании, которые человек может использовать в своей жизни. Человек, приобретающий знания, получает новые возможности и, можно сказать, некоторое могущество в сфере приложения этих знаний. Подумайте об умелом компьютерщике, на котором вы готовы молиться, когда он приведет в работающее состояние ваш гадж. Или о сантехнике, когда вашу квартиру заливает вода, а врач, когда у вас возникает серьезная проблема со здоровьем. Чем сложнее обустраивается наш мир обитания, тем большая нужда возникает в людях, владеющих знаниями, способными решить все большее число возникающих проблем. Кто-то должен давать растущей армии специалистов знания, которые они используют, чтобы помочь другим людям. Кто-то должен думать, при помощи каких методик и инструментов знания лучше всего будут восприняты обучающимися. От способностей информационного инженера, который пытается решить эту задачу, и широты инструментария, которым он владеет, будет зависеть скорость усвоения и качество получаемых специалистам знаний. От этого процесса, в том числе, будет зависеть в конечном итоге комфортность и безопасность нашей жизни и наше здоровье. Инженерия знаний – это процесс процессов, как и педагогика. Поэтому постараемся отнестись к нему предельно внимательно. Человек, умеющий управлять знаниями, способен наделять могуществом других людей. В целом можно заключить, что в теме о владении инженерией знаний мы имеем дело почти с волшебным искусством. Однако, ценность знаний, в том числе экономическая, не укладывается только в фразу финансового спекулянта Ротшильда. Эта ценность глобальная и уникальная, как и сами знания. Один из самых влиятельных теоретиков менеджмента XX века, Питер Друкер, в своей работе «Задачи менеджмента» в XXI веке определил значимость знаний следующим образом. Большинство ресурсов не являются специфичными, капитал, оборудование, материальные ценности не могут быть использованы для того, чтобы отличить один бизнес от другого по своей глубинной сути. Самый главный ресурс, отличающий бизнес и дающий решающие конкуренты и преимущества – это используемые в нем специфические производственные и управленческие знания. Если перейти от сухого взгляда экономиста на ценные знания чисто человеческим отношениям, можно заметить, что повышение уровня знаний повышает качество времени жизни человека. Примером этого служит текст из письма отца по рассказу Михаила Жванецкого, с которого я начал предыдущее занятие. В этой оде образования, под которым понималось знание, сказано, что человек знающий живет дольше и лучше. Лучше – это с удовольствием, жизнь человека, владеющего знанием, интереснее. Безусловным является более глубокое восприятие мира человеком знающим. Для примера возьмем известное стихотворение Осипа Бродского «Письма римскому другу». Нынче ветрено и волны с перехлестом, скоро осень, все изменится в округе, смена красок этих трогательней пустом, чем наряды, перемену у подруги. Приезжай, попьем вина, закусим хлебом или сливами, расскажешь мне известия, постелю тебя в саду под чистым небом и скажу, как называется созвездие. Он шумит за черной избрёдью пени, чье-то судно с ветром борется у мыса, на рассохшейся скамейке старшей плени, дрозд шебечет в шевелю реки Париса. Только человек, обладающий знаниями из нескольких предметных областей, найдет объяснение, почему в стихотворении появляется образ старшего пленя. Это вопрос к слушателям, на который отдам ответ на следующем занятии, если вы не догадаетесь сами. Основным отличием знаний от информации является их привязка к человеку. Знания – субъектно. Знания – это информация, усвоенная человеком, прошедшая процедуру структурирования, вписанная в круг понятий его индивидуальной картины мира и прочно связанная с контекстом его конкретного опыта, понятия, убеждений, идеи и ценностей. И поскольку каждый день мы усваиваем новую информацию и обогащаемся новым опытом, наши знания постоянно трансформируются и растут, а картина мира расширяется и видоизменяется. Поскольку значительный объем знаний человек получает от других людей в результате обмена знаниями между обладателями естественного интеллекта, то ключевое значение при оплетении новых знаний имеет система коммуникации между людьми и качество каналов связи, по которым осуществляется этот процесс. К сожалению, поскольку идеальных каналов связи не может существовать в природе, при передаче знаний неизбежны потери. Все мы представляем, что при разговорном общении, вербальным способом передачи знаний, прочим являющимся преобладающей формой в этом процессе, часть информации теряется. Мы не всегда осознаем, насколько это серьезно. На текущем слайде приведена в графическом виде усоединенная оценка этих потерь. Это полезно всем нам иметь в виду, в том числе и ведущим курса. В схеме передачи информации, источник, кодер, канал, декодер, приемник, ошибки возможны на всех шагах. Но обратим внимание на тот промежуточный уровень, когда мы пытаемся раскодировать сигнал. То есть нам что-то говорят, а мы хотим понять или быть понятыми правильно нашими собеседниками. Для этого надо задуматься о том, что мы говорим. Не все люди могут задуматься. Для этого надо обладать хорошими показателями по одному из когнитивных стилей, так называемой рефлексивности. Хорошая новость – рефлексивность полезна. А плохая в том, что невозможно поменять свой когнитивный стиль. Он так же, как цвет волос и цвет глаз, неизменный на всю жизнь. Если человек нерефлексивен и сначала говорит, а потом думает, то те вещи, о которых сейчас идет речь, ему не очень пригодятся. Но знать об этом все равно полезно. В инженерии знаний наработано много полезных приемов. Просто все их изобретают сами для себя на коленке. Можно сказать, что мы все инженеры по знанию. То, чем мы занимаемся, это производство новых знаний и усвоение старых. Проблема потерь информации при ее передаче формализованно описывается в модели коммуникации Шеннона Уивера. Информация, как концепция, впервые была изучена в математических и технических науках, где она определялась как мера количественного измерения данных, распространяемых по техническим каналам связи. Содержание данных не имеет значения. При этом информация является элементом гибернетической модели. И ее объем характеризуется неопределенностью. Такая модель кибернетической информации была создана Клодом Шенноном и Уорреном Уивером. Шеннон совместно с Уивером в 1949 году написали книгу «Математическая теория коммуникации», где, отталкиваясь от идей русского математика Андрея Андреевича Маркова, обосновали принципы передачи информации. Шеннон ввел понятие информационной энтропии как меры неопределенности в сообщении. Энтропия в теории информации, согласно утверждению Шеннона, выступает как меры неопределенности состояния или поведения системы в данных условиях. Сравнивая приведенное, можно отметить, что энтропия выступает мерой неопределенности, а информация – это коммуникация, связь, в процессе которой уменьшается неопределенность. По Шеннону, понятие информации в теории коммуникации не связано с тем, что мы говорим, а с тем, что мы могли бы сказать. То есть информация – это мера свободы выбора, когда человек выбирает сообщение, выбирает то, что он хочет сказать. Процесс передачи информации по Шеннону Уивера выглядит следующим образом. Данная схема, состоящая из пяти элементов, получила название цепь Шеннона Уивера или трансмиссионная модель, став прочной основой современных теорий передачи информации. Таким образом, модель включает пять элементов – источник информации, передатчик, канал, приемник и целевое назначение, расположенное в линейной последовательности – линейная модель. Передаваемая информация называется сообщением. Сообщение от источника через передатчик подается в канал связи, который, в свою очередь, доставляется получателю. Помимо этих терминов, Шеннон ввел понятие шума. В дальнейшем это стали связывать с понятием энтропии и, наоборот, негантропии и избыточности. Энтропия, шум – теория коммуникации, связанная с теми внешними факторами, которые искажают сообщение, нарушают его целостность и возможность точного восприятия приемником. Любой шумный канал связи характеризуется своей предельной скоростью передачи информации, называемой пределом Шеннона. На скоростях выше этого ограничения неизбежны ошибки передаваемой информации. Но снизу, к этому пределу, можно подойти очень близко, обеспечивая соответствующим кодированием информации достаточно малую вероятность ошибки при любом шуме в канале. Разумеется, есть предел допустимого порога шума, для которого возможность понимания резко снижается. Модель коммуникации Шеннона и Уира описывает три элемента – отправитель, канал, получатель. Ученые также вводят термин «шум» как отсутствие связи, присутствие всех трех элементов в коммуникационной модели. Шеннон и Уивер описывают три уровня проблем, характерных для данной модели. Техническая проблема – насколько точно может передаваться сообщение. Семантическая проблема – как передается смысл. Проблема эффективности – насколько эффективно значение сообщения влияет на поведение. Термин «общение» означает, что информация отправляется в такой форме, что она будет понятна как отправителю, так и получателю. Все это описывает теорию общения. Объектами, описанными в этой теории, являются сообщения отправителя-получателя. Предложенная модель коммуникации является аналогией с телефоном. Время разговора ограничено, а телефонная связь неустойчива. Главным недостатком его технологии ученые считают то, что разговор сопровождается постоянными помехами, шумами, возникающими на линии связи. Частотный диапазон аналог, как правило, ограниченный, а абоненты могут не понимать язык друг друга. Понятно, что в этой ситуации они пытаются увеличить объем, повысить избыточность информации, передаваемой по линиям связи. Точно так же связь через телеграф и радио. Их использование также увеличивает шум, понимаемый в техническом смысле, как любые искажения или помехи, отличающиеся от полезного сигнала или сообщения, предназначенного для передачи. Математическая теория коммуникации изначально разрабатывалась для разделения шума от полезных данных, передаваемых источником. По мнению Шеннона, преодоление шумов может быть достигнуто путем использования избыточности сигналов. Понятие избыточности, повторение элементов сообщения для предотвращения сбоев в обращении в общении, часто демонстрируется на примере естественных человеческих языков. Считается, что все языки приблизительно наполовину избыточны. Можно залить чернилами половину слов текста или стереть половину слов в радио, но все еще собеседник будет в состоянии их понять. Разумеется, есть предел допустимого порога шума, для которого возможность понимания резко снижается. Особенно сложно в шумных средах понять сообщения, используя незнакомый код. Исследователи считают недостатком то, что математическая теория общения Шеннона австрагируется от удержания смысла передаваемой информации, полностью ориентируясь на ее количество. Важно только передать количество передаваемых сигналов. С точки зрения Шеннона, информация – это противоположность энтропии, неопределенности, беспорядка – это возможность уменьшения неопределенности. Чем больше информации содержит система, тем выше степень упорядоченности. Шеннон отмечает, что слишком большой объем информации также увеличивает степень неопределенности, возникает информационный шум. Если искать в модели Шеннона Уивера место когнитивных искажений, рассмотренные нами на предыдущем занятии, то эта точка находится не в информационном канале и не относится к шуму, а относится к проблемам декодера, реконструирующему сообщение сигнала. Дело в том, что при организации обычной коммуникации в области связи, и кодер, и декодер создаются одним и тем же субъектом – оператором связи. В нашем случае кодовыми таблицами субъекта, отправляющего информацию, и принимающего ее, являются их индивидуальные картины мира, соответствующими различиями. Как правило, эти картины мира не могут быть абсолютно идентичными, когнитивные ошибки возникают в силу различия этих картин, и их объем находится в прямой зависимости от степени различия картин мира. В настоящее время основным инструментом передачи знаний является язык и вербальный способ обмена информации в текстовом или звуковом виде. Другие методы, например, график и видео, как правило, дополняют основной способ обмена информацией. В современной системе образования, при всем многообразии применяемых подходов, ведущая роль также сохраняется у словесных методов обучения. Через слова мы выражаем мысли и получаем новые знания. Вербальные средства лежат в основе взаимодействия передающего знаний и их получающего. Проблема, на которую следует обратить внимание, это расширение расхождения в языковой системе понятий слова и понятия, что затрудняет взаимопонимание в процессе обмена знаниями. Во многих случаях люди не видят четкого различия между тем, что такое слово, термин и понятие. Это различие ключевое для антологических систем, относящихся к инженерии знаний. Невероятное ускорение цивилизационных изменений в 21 веке, которые можно описать фразой «никогда еще изменения не были такими быстрыми и уже не будут такими медленными, как сегодня, в 21 веке», требует для описания меняющейся картины мира «все большего числа новых слов» для обозначения новых понятий. Однако, лексикон человека не успевает за этим. Новые слова образуются медленно. В случаях, когда для обозначения новых понятий, возникающих при стремительном развитии науки и технологий, не находятся новых терминов, точно их описывающих, приходится использовать уже существующие, каждый раз в подобном случае расширяя объем связанных с ними понятий. Таким образом, можно заметить, например, что объем понятий словосочетания искусственного интеллекта и большие данные постоянно расширяются, и их использование во многих случаях требует дополнительных разъяснений. По Шеннону – повышение избыточности для снижения уровня энтропии. Такое положение пододвигает нас к возможности смешения понятий, при котором для одного слова они окажутся различными для носителей разных языков. Мы уже столкнулись с явлением неоднозначности понятий, связанных со словосочетанием «homo sapiens», которое в прямом переводе с латыни означает «человек знающий», а также устоявшееся для русскоязычного сообщества понятие «человек разумный». При этом следует понимать, что сеть онтологических связей, построенная в русском языке от понятия «человек разумный», будет принципиально отличаться от сети онтологических связей, построенной для западных языков, от понятия «человек знающий». И это только один пример, а таких расхождений множество. Следует учитывать, что обе эти онтологических решения рано или поздно попадут в составе обучающих множеств системы искусственного интеллекта, неся в себя когнитивную двойственность. Можно гадать, какой выбор будет сделан в результате. Вероятно, победит сильнейший. Как пример понятийной неоднозначности также приведу термин «андрогогика», вероятно, незнакомый большинству слушателей, хотя слову почти 200 лет. Понятие «андрогогика» было введено в научный обиход в 1833 году немецким историком педагогики Александром Каппом. Помимо неоднозначности, нас привлекает связанность этого слова с предметной областью образовательной среды. Андрогогика – слово, образованное из двух греческих слов. Первая часть со значением «взрослый человек», «мужчина» и вторая – «вести». Раздел «теория обучения», раскрывающий специфические закономерности о своей незнании и умении взрослым субъектам учебной деятельности, а также особенности руководства этой деятельностью со стороны педагогов. Во многих странах растет восприятие андрогогики как научного подхода к процессу учения взрослых. В этом значении андрогогика – это наука понимания, теория и поддержки практик образования взрослых, выделяя это понятие из термина «педагогика». Отметим особенности взрослых в процессе обучения. Осознанное отношение к обучению, стремление к самостоятельности, стремление к осмысленности обучения, знания нужны для решения конкретной проблемы и достижения конкретной цели, практическая направленность, стремление к применению полученных знаний и навыков, наличие жизненного опыта, влияние на обучение социальных, бытовых и временных факторов. Знания могут быть классифицированы по различным признакам в соответствии с диаграммой, представленной на слайде. Пояснение требует только классификация по глубине. Глубинные абстракции, аналогии, схемы, отображающие структуру и природу процессов, протекающих в предметной области. Эти знания объясняют явления и могут использоваться для прогнозирования поведения объекта. Поверхностные знания о видимых взаимосвязях между отдельными событиями и фактами предметной области. Пример поверхностных знаний. Если нажать на кнопку звонка, раздастся звук. Если болит голова, то принять аспирин. Если неприятность может случиться, она случается. Закон Мэр. Пример глубинных знаний. Принципиальная электрическая схема звонка и проводки. Знания физиологов и врачей высокой квалификации о причинах, видах головных болей и методах их лечения. Современные интеллектуальные системы работают в основном с поверхностными, профессиональными, явными и коллективными знаниями. Это связано с тем, что на данный момент нет универсальных методик, позволяющих выявить глупинные и неявные структуры и работать с ними. Существует несколько систем классификации знаний. По способу приобретения знания принято разделять. На постепенно наращиваемое накапливается человеком в ходе обучения или приобретения опыта, так называемого органического обучения. Случайные возникают при случайном стечении обстоятельств, как многие открытия, например, открытие пенициллина. Прорывные являются следствием переосмысления всего накопленного опыта и знаний в ходе органического обучения и взгляда на ситуацию под новым углом. К этой категории относятся, например, теория относительности Эйнштейна. Если, для примера, рассмотреть набор источников знаний в организации, то, как видно из диаграммы на слайде, источники знаний существенно отличаются степенью формализации и доступности. С точки зрения фиксации принято выделять одно из основных классификаций знаний – явные или формализованные знания, те, которые легко зафиксировать или передать, рассказать коллеге, нарисовать в виде схемы или графика, изложить в виде заметки или отчета. Знания, которые можно найти в документах организации, в форме сообщений, писем, статей, справочников, патентов, чертежей, видео и аудиозаписи, программного обеспечения. Формализованные знания формируют структурный капитал, включающий в себя также компьютерные программы, патенты, торговые марки и все остальные организационные аспекты, обеспечивающие производительный труд работников. Неявные или неформализованные знания – те, которые сложно структурировать, вербализовать, а значит и зафиксировать или передать. К этому виду относятся, например, приобретенный опыт, чутье, догадки, неосознанные ценности. Один из ярких примеров – это знание запахов. Вы можете знать, как пахнет апельсин, но вы не сможете полностью зафиксировать это знание письменно или передать его другому человеку, описав словами. Единственный способ узнать запах апельсина – это понюхать его. В организациях в категорию неявных знаний зачастую попадает корпоративная культура. Неявные знания нередко передаются с помощью примеров, образов, аллегорий и метафор. Формализация неявных знаний, перевод их в категорию явных, путем осмысления, структурирования, выявления закономерностей – важнейшая одна из самых трудных задач управления знанием. Считается, что именно скрытое практическое знание является ключевым для принятия решений управления. Неявные знания формируют человеческий капитал, который воплощен в работниках организации или их коллективах как совокупность знаний, квалификации, инноваторства каждого из сотрудников, как система ценностей, культура и философия компании. Специалисты отмечают разницу в подходе к этим двум формам знаний между западной и японской системой инженерии знаний. Что именно помогает японцам эффективно работать со знанием, индивидуумов, распространять и использовать его в пределах компании? Прежде всего, это создание временных, на срок от нескольких месяцев до года, команд, в которых люди коллективно трудятся над одной задачей и свободно обмениваются идеями. К тому же японцы на службе много общаются между собой вживую. Собираясь вместе, в том числе и после работы, коллеги готовы высказывать свои мысли, пусть зачастую это требует больше времени, а порой действует недостаточно эффективно. Но, как отмечал Такеучи, в США существует культура гениев-суперзвезд, которые выдают новые потрясающие идеи. И это хорошо, если вы Билл Гейтс. Но не во всякой компании есть свой Билл Гейтс. Закончив работу над проектом, японцы стремятся собрать идеи и полученный опыт. Такеучи упрекает корпорации Запада за принесение знания неформализованного в жертву знанию формализованному. Они уделяют слишком много внимания приобретению формализованного знания за счет неформализованного. Западные компании хотят видеть все в формализованном виде – операционные цели, финансовую отдачу. Им нужно научиться понимать ценность того, что остается скрытым, невысказанным и неоднозначно. Как раз в эти годы в американских компаниях проводились обширные сокращения за счет увольнения пожилых сотрудников, которые унесли с собой те самые невысказанные идеи, неформализованный опыт, оставив в компании определенный вакуум. Порой приходилось принимать их на работу вновь, но уже в качестве консультанта. Неиспользуемое знание – мертвое знание. Люди используют только те знания, которые имеют для них практическую полезность. Поэтому важно с особой тщательностью формировать базы знаний, отсеивая все потенциальные ненужные, и регулярно пересматривать базы, архивируя устаревшие знания. Еще один важный момент – необходимо постоянно анализировать вновь возникающие потребности в знаниях, так как в процессе работы появляются заявки на эти знания, которых в организации еще не существует. В процессе использования знания постоянно встраиваются в новый контекст и обновляются, исходя из опыта применения в новых ситуациях, эрудиции носителей знаний, постоянно поступающей новой информации. Поэтому цикл знаний – незамкнутое кольцо, восходящая спираль, когда созданное знание, пройдя через этапы организации, распространение и использование, генерирует уже новое знание. Это непрерывный процесс. Его можно запустить, организовав новую кампанию, например, но невозможно остановить. Обучение длиной в жизнь, как для людей, так и для организации. О спирании знания поговорим подробнее. Между явными формализованными и неявными неформализованными знаниями происходит непрерывный обмен и трансформация, схема которых была предложена японскими специалистами и Куджиро Нанака, и Хиротака Такеучи. Этот циклический процесс, называемый часто спиралью знаний, показан на слайде. Ими же показано различное значение, которое на Западе и Востоке в Японии придается неформализованному, то есть субъективному знанию, накапливающемуся в головах людей. Это разница в представлениях о знании в западных и японских философских традициях. Существуют преимущества и недостатки увлечения формализации знаний на Западе и особого внимания к неформализованному знанию в Японии. В частности, западные менеджеры привыкли работать с формализованным знанием, знанием, которое кодифицировано, разложено по полочкам, то есть бумажным и электронным документом, хранящимся в базах данных и базах знаний. По мнению Нанака и Такеучи, акценты должны сместиться на работу с неформализованным знанием. Отнюдь не отрицая значение и практической пользы работы со знанием формализованным, они все-таки подчеркивают, что в наше время крайне недостает внимания субъективному скрытому знанию, а выявление использования неформализованного знания позволяет решить множество очень важных задач, дает возможность увидеть организацию не как машину для обработки информации, а как живой организм. В этом контексте понимание того, зачем компания существует, в каком направлении развивается, в каком мере хочет жить и как этот мир создать, становится важнее, чем обработка объективной информации. В высшей степени субъективные понятия, понимание предчувствий и догадки представляют собой составную часть знания. Знания подразумевают не только образы и символы, но и идеалы духовной ценности и эмоций. Эти неясные абстрактные элементы важны для постижения японского взгляда на знание. Взаимодействие обоих видов знаний создает благоприятную среду для создания нового. Различное соотношение неявного и явного знания создает четыре модели, называемых социализация, экстернализация, комбинация и интернализация, а также пять условий, благоприятствующих созданию знания, намерения, автономия, встряска и создательный хаос, избыточность, разнообразие. Вводится понятие модели организации, в которую управление проходит путь из центра вверх-вниз. В этой модели, в центре событий, находятся менеджеры среднего звена. Они являются проводниками идей, между оторванными от реальности и порой выдвигающими идеалистические концепции руководителями высшего звена и рядовыми сотрудниками приземленной, рутинная деятельность которых и является условием реализации этих концепций. Четыре модели взаимодействия неформализованного и формализованного знания получили свои названия. Из неформализованного в неформализованное социализация, из неформализованного в формализованное экстернализация, из формализованного в формализованное комбинация, из формализованного в неформализованное интернализация. Три из четырех перечисленных способов, а именно социализация, комбинация и интернализация рассматривались в рамках теории организации с различных точек зрения. Социализация, например, связана с теориями групповых процессов и организационной культуры. Комбинация происходит в результате обработки информации. Интернализация находится в тесной связи с организационным обучением. Экстернализация в настоящее время переживает новый взлет в связи с процессом машинного обучения при подготовке обучающих множеств для нейронных сетей. Рассмотрим каждый из способов подробнее. Социализация. Процесс распространения и создания неявного знания, например, навыков и образцов поведения, непосредственно от других людей без трансформации в явное знание. Основными механизмами социализации является совместная деятельность с обсуждением проблем путем использования образного языка, рисунков, схем, невербального языка общения, обучения ремеслу путем наблюдения, подражания и практики участия. Отдельно взятый человек способен воспринять неформализованное знание непосредственно от других людей без использования слов, подмастерия, работая с мастерами, не слушая, а наблюдая, подражая и практикуясь, по тому же принципу построено обучение без отрыва от работы или в процессе работы. Ключ к восприятию неформализованного знания – опыт. Без восприятия опыта в какой-либо форме человеку было бы крайне сложно проникнуть в мыслительный процесс другого человека. Передача информации в отрыве от связанных с ней ощущений и специфических условий, в которых она была получена, сама по себе зачастую почти бессмысленна. Приведу два примера из японского опыта, поскольку именно в Японии особое внимание придаётся неформализованному знанию, что позволяет достигать значимых результатов. Приводимые примеры относятся к использованию социализации в японских компаниях при разработке продукции. Первый пример социализации взят из практики компании «Хонда», организующей мозговые штурмы, неформальные собрания сотрудников для детального обсуждения способов решения сложных проблем, возникающих при разработке новой продукции. Сборы проводятся не на работе, а в загородных гостиницах, где участники обсуждают сложные проблемы, попивая саке, наслаждаясь едой и купаясь в горячем источнике. Нет запрета на участие в подобной встрече сотрудников фирмы, ни членов команды разработчиков. Прийти может любой сотрудник компании, заинтересовавшийся проектом. В ходе дискуссии не придается значение квалификации или статуса участников, и вообще существует одно табу на неконструктивную критику. Обсуждение ведется в атмосфере понимания того, что критиковать в 10 раз легче, чем выдвинуть конструктивное предложение. Такой тип встреч для мозгового штурма принят не только в компании «Хонда», но и во множестве других японских фирм. Они применяются не только при разработке новых продуктов или услуг, но и для развития системы управления и корпоративных стратегий. Сборы представляют собой не только форм для конструктивного диалога, но одну из форм распространения опыта и укрепления доверия между участниками. Подобная форма работы особенно эффективна в деле распространения неформализованного знания и выработки перспективы. Она без грубого давления перенаценивает интеллектуальные модели всех индивидуумов на решение одной задачи. Сборы для мозгового штурма демонстрируют механизм достижения гармонии при объединении физического и психического опыта. Второй пример, демонстрирующий социализацию неформализованных технических навыков, взят из практики японской компании, которая при разработке автоматической хлебопечки столкнулась с серьезной проблемой механизации навыка вымешивания теста, являющегося неформализованным знанием пекарей. Танака, руководительница, отвечающая за разработку программного обеспечения, знала, что лучший хлеб выпекается в местном отеле. Чтобы обладать навыком вымешивания теста, она и несколько инженеров добровольно поступили в обучение к старшему пекарю отеля. Научиться печь такой же превосходный хлеб, как и мастер, было нелегко, и никто не мог объяснить, почему. Однажды, после многих безрезультатных попыток, Танака поняла, что пекарь не только раскатывает, но и скручивает тесто. В этом и был секрет производства вкусного хлеба. Другими словами, она социализировала неформализованное знание пекаря посредством наблюдения, подражания и практики. Экстернализация. Процесс оформления неформализованного знания в формализованной концепции. Экстернализация – это квинтэссенция процесса создания знания, в результате которого неявное знание становится явным, в виде метафор, аналогий, концепций, гипотез и моделей. Когда мы пытаемся концептуализировать образ, его суть, мы выражаем, как правило, словами. Процесс письма или речи – это акт преобразования неформализованного знания в знание, которое может быть выражено словами. Но при выражении мыслей их смысл часто передается недостаточно адекватно, он искажается или частично не доносится до читателя, слушателя. Такие расхождения и неувязки между образами и их выражением способствуют, тем не менее, распространению плодов раздумий и взаимодействия людей. Этот этап принципиально важен, ибо здесь происходит концептуализация неявного знания, и появляется возможность распространения знания, ибо только явное знание можно легко распространять на разных типах носителей информации, в виде бумажных документов, в виде данных, циркулирующих в информационно-компьютерных сетях. Очень важную роль здесь играют когнитивные механизмы, позволяющие генерировать целостные образы и модели с помощью метафор и аналогий. Рассмотрим некоторые важные понятия, связанные с этим видом трансформации знаний. Метафора. Способ интуитивного понимания одного посредством создания символического образа другого. Это не анализ, не синтез общих признаков, взаимосвязанных понятий. Метафоры создают новые интерпретации опыта, заставляя слушателя представить одну вещь, описанную терминами, присущими другой, и создают новые пути познания реальности. Метафора – это важнейший коммуникативный механизм, нацеленный на примирение расхождения в значениях и инструмент создания новых концепций. Поскольку метафора – две мысли о различных вещах, выраженных одинаковым словом или фразой, значение которых – результат их взаимодействия, мы можем беспрепятственно связывать различные концепции нашим сознанием, несвязываемые, вплоть до связи абстрактных концепций с конкретным. Этот созидательный процесс познания продолжается до тех пор, пока мы думаем о сходных чертах концепций и чувствуем несбалансированность, несостоятельность или противоречивость их связи, что часто приводит к обнаружению нового смысла или даже к созданию новой парадигмы. Скрытые в метафоре противоречия уравновешивают с аналогиями, сужающими область неизвестного, выявлением общих черт двух различных вещей. Метафора образует связь между двумя предметами интуитивно, и эта связь не нацелена на выявление существующих различий между ними. Аналогия формирует вполне рациональную ассоциацию между двумя предметами, подчеркивающую их структурное или функциональное сходство. Аналогия помогает понять неизвестное с помощью известного, перекидывая мост через пропасть между образом и логической моделью. Таким образом и метафора, и аналогия позволяют сформировать образ неизвестного объекта посредством указания его связи с известным объектом. Однако аналогия устанавливает рациональные логические связи, общие свойства, а метафора более гибкий и сложный механизм, устанавливающий интуитивные связи. Можно выделить следующие важные цели использования метафоры. Максимально быстрое и гибкое восприятие целостной идеи в контексте. Единственное возможное выражение – неточные, размытые идеи. Стимулирование созидательного процесса порождения идей. Определение размытых границ для новых процессов мышления и порождения идей. Возможность определенной свободы мышления и сохранения избыточности информации. Способ трансформации знания посредством экстернализации наблюдается, как правило, в процессе создания концептуальной модели. Он инициируется диалогом или коллективными раздумьями. Часто для создания концепции используются сочетания дедукции и индукции. В компании «Хонда» именно концепции и метафоры служили основой креативного поиска конструкции автомобиля совершенно нового типа, не похожего на изрядно приевшиеся американские стандарты длинных, вытянутых, приземистых лимузин. Сначала использовалась метафора. Автомобиль будущего – это результат эволюции. Машины эволюционируют, как живые существа. Каков следующий этап эволюции машины? Далее родился принцип «максимум человеку, минимум железка». Была использована аналогия со сферой. Это геометрическое тело обладает максимальным внутренним объемом. Но сферическим автомобиль быть не может. Возникла метафора – концепция нового автомобиля «Верзила» – высокий, просторный и более короткий автомобиль. Как видим, разработчики постоянно использовали метафоры для гибкого определения нового направления проектирования, оставляющего значительный простор для творчества и личной креативности всех специалистов компании. Комбинация – процесс включения концепции в систему знаний. Этот способ трансформации знания подразумевает сочетание различных положений формализованного знания. Индивидуумы обмениваются знанием и комбинируют его при переписке, встречах, телефонных разговорах, общении в компьютерных сетях. Изменение конфигурации существующей информации посредством сортировки, добавления, комбинации и классификации формализованного знания, как это происходит, например, в компьютерной базе данных, может порождать новое знание. Именно так происходит, как правило, создание знания в процессе систематического образования в образовательных организациях. Мы очень часто используем информацию от разных источников, объединяем ее, получая основу для более глубокого понимания ситуации. Например, вам рекомендуется объединять информацию, получаемую при чтении этих учебных материалов, с данными о вашей реальной деятельности, информации, получаемой при изучении других учебных материалов, монографии, журналов, статей, публикуемых в электронных изданиях в интернете. Применительно к бизнесу трансформация знания при помощи комбинаций чаще всего встречается при изменении руководителями среднего звена механизма осуществления политики корпорации, концепции бизнеса или продукта. Интернализация – процесс перехода формализованного знания в неформализованное, явного знания в неявное. Здесь опыт посредством социализации, экстернализации комбинаций интернализуется в неявное знание индивидуума в форме общей ментальной модели или ноу-хау и приобретает ценность. Этот процесс тесно связан с обучением на практике. Интернализация осуществляется эффективно, если формализованные знания приведены к стандартизованным вербальным формам, текстам, инструкциям, руководствам. Например, все вы изучали какие-либо инструкции и рекомендации, а затем выполняли требуемые действия совершенно автоматически, ибо у вас сформировались навыки на уровне неформализованного знания. Распространенным примером интернализации может служить освоение езды на автомобиле и достижение автоматизма в соблюдении правил дорожного движения, с какого-то момента водитель начинает действовать автоматически в процессе управления автомобилем и реакции на указания дорожных знаков и разметки. Превращение формализованного знания в неформализованное будет облегчено, если представить его в вербальной форме в виде диаграммы руководства. Изложение мыслей на бумаге или в цифровом формате помогает людям интернализовать опыт, обогащая тем самым их неформализованное знание. В настоящий момент я пытаюсь передать слушателям формализованное знание по курсу, привлекая в помощь тексты, диаграммы и рисунки, демонстрируемые мной на слайдах. Процесс формализации знаний мной был проведен в ходе подготовки курса. Также в ходе подготовки материалов к занятию я, безусловно, не мог обойти процесс комбинации знаний. До начала XXI века к основным задачам дисциплины инженерии знаний относилась разработка и внедрение инструментов и методик, обеспечивающих оптимальный процесс сохранения и обмена знаниями между носителями естественного интеллекта. Дисциплина инженерии знаний менялась вместе с изменениями информационной среды и ростом коммуникационных возможностей человека. Менялись и названия дисциплины, но во все времена, до начала XXI века, инженерия знаний относилась к области педагогики. Трансформация дисциплины инженерии знаний произошла в начале XXI века практически незаметно для общества. Основной причиной трансформации явилось появление в современной коммуникационной среде, называемое сетевым пространством, нового сверхактивного типа субъектов – систем искусственного интеллекта. С начала XXI века дисциплина инженерии знаний расширилась за счет направления работ, относящихся к системам искусственного интеллекта. Цифровизация, произошедшая в конце XX века, принесла ускорение всех операций, производимых с информацией, но в дополнение к этому возникновению понятия, которое было названо «бигдейта». В бочку меда была добавлена ложка дегтя. На слайде представлена диаграмма динамики роста объема информации в мире. 2002 год явился переломным в изменении соотношений мирового объема аналоговых и цифровых данных в пользу последних, объем которых увеличивался в геометрической прогрессии лавинообразно. К 2007 году объем цифровых данных превысил объем аналоговых почти в 15 раз, составив 280 эксабайт цифровых данных к 19 аналоговым. Непрерывный и все возрастающий рост объема информации в сети также привел к необходимости формирования ответной реакции общества и в том числе в области дисциплины инженерии знаний. Метафорически непрерывно растущий поток данных «бигдейта», поступающий от ботов и систем искусственного интеллекта, можно уподобить сладкой каши из сюжета одноименной сказки «Братьев Гримм» о волшебном горшочке, который был способен сам непрерывно варить кашу. Как известно из сюжета, все начиналось с благих намерений. Когда в семье бедной девочки, которая живет вдвоем со своей матерью, стало нечего есть, то девочка в лесу встретила старую женщину, которая подарила ей волшебный горшочек, и стоило ему лишь сказать «Горшочек вари», как он сам начинал варить чудесную сладкую пшенную кашу в любых количествах. Для того, чтобы остановить его, стоило сказать «Горшочек, не вари». Однажды, когда девочка ушла из дома, ее мать стала варить кашу, а какие слова надо сказать, чтобы горшочек остановился, забыла. Весь город оказался залит вкусной кашей, пока дочка не вернулась домой и не произнесла нужные слова. К тому времени горшочек наварил уже столько, что проезжающие должны были в каше проедать себе дорогу. К сожалению, в нашем случае секретные слова неизвестны никому, и поэтому в сеть вливается огромный поток все новых данных. Общество ускоряло обработку информации, поступающей по каналам связи, путем автоматизации и совершенствования системы обработки информации. Внедрение кибернетики и широкое использование компьютеров достигло к концу XX века значительных успехов, но это, к сожалению, не обеспечило кардинального решения вопроса с растущими объемами информации. Наглядным примером совершенствования системы обработки данных за счет компьютерных технологий является сравнение по числу обслуживаемых запросов так называемого «города знаний» Мунданелл, созданного в Бельгии в 30-х годах прошлого века, с Википедии сегодняшнего дня. За год Мунданелл оснащен огромными хранилищами бумажных источников, книг, журналов, газет и атласов, структурированных картотеками при помощи телеграфной связи, обслуживаемой сотней телеграфисток, обеспечивало ответы на полторы тысячи запросов, выступающих со всех концов мира. В настоящее время только русскоязычный раздел Википедии обслуживает полтора миллиона запросов в час, а весь портал – более 330 миллиардов запросов в год. Таким образом, менее чем за сто лет коммуникационные возможности выросли на восемь разрядов – с тысяч до сотен миллиардов. Однако прогресс компьютерной обработки данных не смог справиться с резким ростом объема данных, вызванных информационным взрывом, произошедшим в конце второго тысячелетия. Это, к тому же, совпало с прекращением действия закона Мура, что усугубило проблему. Информационным взрывом назвали процесс неконтролируемого гиперболического роста объема данных, начавшийся в XXI веке. На слайде можно видеть переход к экспоненциальному характеру функции роста объема данных с начала 2000 года, отображаемый практически вертикальной прямой на диаграмме. При этом, 99,9% информации, получаемой в результате этого процесса, оказывается бесполезной для отдельного человека, а 95% информации в сети не структурированы. Подавляющую часть больших данных формирует не человек, а боты, получившие распространение в конце XX века. Производительность подобных систем на несколько порядков превосходит возможности естественного интеллекта человека в процессах создания новых данных. Характер роста объема данных не позволяет найти решение только путем использования кибернетики и автоматизации. Дополнительным ужесточением ситуации послужило прекращение действия закона Мура, согласно которому мощности интегральных микросхем удваивались каждые 24 месяца. Общество вновь вынуждено было искать срочный выход из ситуации неконтролирового роста не структурированного информационного мусора в сети, а развитие новых сетевых и цифровых технологий требует все более быстрых ответов на поступающий запрос. Для выхода из кризиса человечество использовало старый проверенный способ лечить подобное подобным и призвало на защиту естественного интеллекта от перегрузки, интеллект искусственный. Обществу приходится положиться на не до конца изученный инструмент, но другого выбора не оказалось. Цифровое пространство, обладая высокой скоростью коммуникаций и трансграничностью в распространении информации, обеспечивает высокую доступность последней для широкого круга пользователей. К сожалению, доступность не гарантирует достоверность. В подавляющем числе случаев мы наблюдаем стремительный рост доли недостоверных данных в сети. Появление в сетевом пространстве систем искусственного интеллекта, в особенности чат-ботов, опирающихся на большие языковые модели, привело к росту информации, которую связывают с понятием галлюцинации нейросетей. Исследователям не потребовалось много времени, чтобы выяснить, что чат GPT от OpenAI – большой выдумщик, что и приводит к конфузам людей, которые полагаются исключительно на помощь чат-ботов при написании своих текстов. Иногда нейросеть придумывает статьи и их авторов. В других случаях он подставляет имена менее известных ученых более известных, но делает это максимально уверенно. OpenAI заявила, что модель испытывает галлюцинации, когда придумывает факты. Этот термин был раскритикован экспертами по искусственному интеллекту как способ для компаний, занимающихся искусственным интеллектом, избежать ответственности за то, что их инструменты распространяют дезинформацию. Чат-боты полезны для написания правдоподобного, похожего на человеческие тексты, но они склонны включать в текст ошибочную информацию, ссылаться на несуществующие источники и научные работы. Это часто приводит к тому, что тексты кажутся точными, но при ближайшем рассмотрении оказываются полностью сфабрикованными. Истина в том, что большие языковые модели хороши лишь настолько, насколько они способны отличить факт от вымысла. Оказалось, что качество работы искусственного интеллекта зависит от качества его обучения, и в том числе от наборов обучающих множеств, которых при росте числа обучаемых нейросетей оказалось недостаточно, а те, что удается найти, сомнительного качества. Время – основной ресурс человека. Весь прогресс человечества приводит к экономии времени. Повышение скорости передвижения, велосипед, автомобиль, самолет, расширение возможностей коммуникации между людьми в реальном режиме времени, телеграф, проводной телефон, мобильный телефон, дистанционный доступ к базам данных, сетевые технологии, структурирование и поиск необходимой информации, каталоги, поисковые системы, антологические системы, системы искусственного интеллекта. В мире существует группа людей, которые пытаются спасти наше время и защитить нас от его потери. Википедия взаимосвязана с такими важными понятиями, как время, большие данные, искусственный интеллект. Обозначим эту взаимосвязь. Самую большую воронку по краже нашего времени создал сам человек в ходе непрерывного процесса автоматизации. Этот водоворот, ворующий время, называется по-английски «бигдрейт», а по-русски «большие данные». В левой части текущего слайда представлен график роста объема информации в мире, учитывающий переход от аналогового вида распространения и хранения информации к цифровому и в самом деле напоминающий по форме воронку или граммофонную трубу. Существует прямая зависимость. Чем шире постоянно растущий раструб этой трубы, тем более мощный информационный поток будет направлен на нас, и тем больше нашего времени будет потеряно на отвлечении нашего мозга для осмысления этой информации. Век больших данных википедисты выступают хранителями времени для общества, а сама википедия – мембраной, защищающей общество от огромного информационного потока, обрушивающегося на каждого из нас по бесчисленным каналам связи из растущего числа и вида источников информации. В сети интернет основными источниками больших данных, сильно замусоренных прямой по последнее время контекстной рекламы, являются поисковые системы, которые на заре их существования казались инструментами упорядочивания информации. Примерно такой избыточностью является классический тест. На запрос «Что такое Бразилия?» любая поисковая система предложит вам не менее 50 миллионов ответов. При обращении с таким вопросом к искусственному интеллекту должен последовать единственный лаконичный ответ «Бразилия – это государство в Южной Америке с одноименной столицей». Пока искусственный интеллект на подходе на первую линию защиты общества от мусорного потока больших данных заступил Википедия, выбирающая из информационного потока замусоренного избыточными данными наиболее важную информацию и формирующая на ее основе оптимальные выдержки, максимально соответствующие запросам пользователей. Сообщу, сообществу википедистов приходится следить за отсутствием даже ростков лишних данных в информации, проникающей в основное пространство Википедии. Самым очевидным излишком является реклама, пытающаяся проникнуть на пространство Википедии, поскольку на этом очищенном пространстве ее сила многокрасно возрастает, в силу того, что присутствие любой информации в Википедии считается значимым просто вследствие ее основных принципов. Раз информация попала в Википедию и не удалена, значит априори значима и достоверна, пока не будет доказано обратно. Википедистов справедливо называть рыцарями ордена хранителей времени, которым приходится вручную поддерживать систему отбора и формирования оптимальной информации, разрабатывать и испытывать алгоритмы и правила такой работы. Это напоминает действия авторов бумажных словарей и лингвистов до наступления эры системы онлайнового перевода. Но со смыслами дело намного сложнее, чем с переводом. Система правил и реакция системы на защиту системы от мусорной информации по сути является тестируемого вручную алгоритму защиты человека от избыточной информации, предназначенному далее для искусственного интеллекта при переходе к решению этой задачи автоматическим путем. Рыцарство википедистов также в том, что они бескорыстно расходуют свое время на обработку информации, что позволяет сэкономить время множеству людей, имена которых останутся для энциклобизистов неизвестны. Появление в сетевом пространстве нового вида субъектов системы искусственного интеллекта вызвало процесс кардинальной трансформации предмета инженерии знаний, продолжающейся до сих пор. Основным потребителем накопленных в сети знаний в настоящее время является уже не человек, а многоагентные интеллектуальные системы, собирающие информацию для глубокого обучения растущего числа нейросетей. Вся структура инженерии знаний претерпела в начале XXI века кардинальные изменения. Из дисциплины, обеспечивающей создание оптимальных методов передачи знаний между субъектами, обладающими естественным интеллектом, на наших глазах произошел поворот дисциплины, обеспечивающей оптимальную передачу знаний от естественного интеллекта к искусственному, а также с недавнего времени процедурам передачи знаний от искусственного интеллекта к естественному. С начала XXI века задачи инженерии знаний можно описывать как разработку оптимальных инструментов и методик для обмена знаниями между естественным и искусственным интеллектом. Появилась дисциплина промт инженерии, занимающаяся выработкой методик организации запросов человека к системам искусственного интеллекта для получения ответов наиболее точных, соответствующих поставленной задачи. Как можно видеть на слайде, элемент, обозначающий естественный интеллект, соединяется с соседними элементами слайда, пятью линиями, в отличие от элемента искусственного интеллекта, соединяемого одной. Это означает наличие у человека пяти органов чувств, пяти каналов получения информации, в отличие от цифрового канала к системам искусственного интеллекта. Скудность канала приема информации у искусственного интеллекта вызывает необходимость передачи ему описания картины мира в виде максимально структурированной информации, детально описывающей взаимосвязь предметов и явлений в нашем мире. Эти системы носят название антологии и также относятся к дисциплине инженерии знаний. Наиболее точные представления о мире для формирования актуальных обучающих множеств для нейросетей могут дать только люди, являющиеся экспертами в различных предметных областях. Такие системы называются экспертными базами знаний, и их формирование также относится к области инженерии знаний. Следует учитывать, что человек, обладающий пятью органами чувств, имеет при их помощи пять каналов получения информации и загрузки ее в свою память во взаимосвязанном виде. То есть искусственный интеллект имеет весьма специфический канал получения информации, упрощая, можно сказать, двоичном коде. Антологическая система обеспечивает глубокое структурирование во всем многообразии связей свойств, баз данных. Без этой информации и структурирования невозможен перевод данных в знания. Также и человек преобразовывает информацию в знания путем структурирования каждого понятия и осмысления его отношений к другим понятиям. Человек – существо общественное, и его отношения с обществом играют в его существовании важнейшую роль. Информационное общество, общество знания, сетевое общество, образованное общество, понятия, хоть и туманные, но архисовременные и привлекательные, характеризующие социально-экономическую действительность XXI века. В конце XX века экономист Питер Друкер провозгласил вступление человечества в новую экономику или новое общество, названное Друкером «общество знаний» – «knowledge society», отличающийся от предшествующих формаций тем, что основную роль в нем играет знание. Характерна когнитивная ошибка, произошедшая в переводе термина на русский язык. Слово сочетания «knowledge society» переведено как «информационное общество», хотя очевидно, что это кардинально меняет смысл идей, высказанной Друкером. Друкер заявил, что в новых экономических условиях знание является не еще одним ресурсом того же порядка, что и традиционные факторы производства – труд, капитал и земля, а вообще единственным имеющим значение ресурсов – тот факт, что знание стало единственным ресурсом, делает, по мнению Друкера, новую формацию уникальной. Элвин Тоффлер разделяет мнение Друкера и называет знание мощнейшей силой и ключом к грядущему сдвигу власти, обращая особое внимание на превращение знания из дополнения к силе денег и силе мышц в их квинтэссенцию, что объясняет разгорающуюся по всему миру войну за контроль над информацией и средствами коммуникации. Тоффлер верит в окончательную замену прочих ресурсов знания. Джеймс Брайан Куин придерживается взглядов, сходных со взглядами Друкера и Тоффлера, и считает, что экономическая и производительная сила современных корпораций заключены в основном в интеллектуальной сфере и в сфере производства услуг, а не в материальных активах, земле, заводах и оборудовании. В своих воззрениях Куин идет дальше, утверждая, что стоимость большей части продуктов и услуг в первую очередь определяется возможностью развития, основанных на знаниях нематериальных активов, таких как технологический ноу-хау, дизайн продукции, маркетинговые исследования, понимание клиента, способность персонала к производительному труду и инновации. Упомянутые авторы едины в том, что будущее принадлежит людям, вооруженным знанием. В обществе, основанном на информации, работник умственного труда представляет собой единственную и величайшую ценность. Под определение работника умственного труда подпадают люди, владеющие знанием, умеющие применить его с выгодой, точно так, как капиталист знает, как с выгодой разместить капитал. Куин подчеркивает, что способность к управлению, называемый им интеллект, основанный на знаниях, наш век быстро становится главным навыком руководителя. Роберт Бернард Райк утверждает, что единственное истинное конкурентное преимущество переходит на сторону тех, кого он определяет как аналитики символов и тех, кто вооружен знаниями, достаточными для постановки вопроса, его решения и получения из этого выгоды. Японские компании вкладывают понятие знания в совершенно иной смысл. Они считают, что выражаемые словами яйца и формизнания всего лишь верхушка айсберга, а знание в основном неформализовано, то есть не является чем-то легко видимым и объясняемым. Неформализованное знание существует на уровне индивидуума и формализации поддается плохо, что затрудняет его передачу кому бы то ни было и его использование кем-либо, кроме владельца. Под это определение подпадает субъективное понимание, предчувствие и догадки. Кроме того, неформализованное знание тесно связано с действиями и опытом конкретного человека, так же, как и его идеалы, принятые им ценности и испытывая им эмоции. Таким образом, в неформализованном знании можно выделить два аспекта. Первый аспект – технический, включающий в себя повседневные и трудно определяемые навыки или умения, объединяемые понятием ноу-хау. Рабочий высочайшей квалификации, например, ценой многих лет труда, вырабатывает чутье кончиками пальцев, но часто он не в состоянии сформулировать используемый им научно-технический принцип. В то же время, неформализованное знание содержит и не менее важный когнитивный аспект, то есть силогические фигуры, умозрительные построения и ощущения настолько привычные, что мы воспринимаем их как неотъемлемую часть себя посредством когнитивного аспекта неформализованного знания. Мы ощущаем реальность, что есть, и прогнозируем будущее, что должно произойти, хотя объяснить, почему наши представления именно такие, было бы достаточно тяжело. Поскольку наш курс относится к тематике искусственного интеллекта, начнем с попытки определения этого понятия и его связи с дисциплиной инженерии знаний. По поводу понятия искусственный интеллект мы до сих пор никак не договоримся, что к этой области относится, в чем ее задачи, каковы ожидаемые результаты, когда и как мы надеемся их получить, как они повлияют на наше будущее. Однако, пока с каждым десятилетием расстояние до цели, создание сильного искусственного интеллекта только растет. 70 лет спустя становится ясно, что она не близка, трудности полно, а успехи не слишком впечатляют. Очевиден и вывод. Область искусственного интеллекта находится под влиянием горного эффекта. Если расстояние до небольшой высоты определить несложно, то громадная вершина видна с такого удаления, что кажется гораздо меньше и ближе, чем на самом деле. Ее масштаб начинаешь представлять лучше, пройдя достаточно большую дистанцию и осознавая, что ее видимые размеры почти не изменились, и оценка расстояния до нее на глаз осталась примерно той же. Спора на тему, что относить к области искусственного интеллекта и каковы ее задачи, ведутся до сих пор и к концу им не видно. Тем более, что само понятие интеллект достаточно неоднозначно. Ясно только, что оно включает сочетание таких взаимосвязанных качеств, как умение решать сложные творческие задачи, способность к обучению, обобщению и аналогиям, обладание собственными органами восприятия, зрение, слух и т.п. Этот список можно расширять, но суть в первом приближении он определяет. Помянутый горный эффект иллюстрирует ошибку оценки больших задач. Вспомним Колумба. Он считал, что до Индии не так уж далеко, если правильно выбрать направление. На пределе возможностей он добрался до первых островов Америки и решил, что достиг цели, при том, что попал на противоположную сторону земного шара. Между ним и Индией оставался огромный новый материк и самый большой океан. На тему «Куда и как двигаться» дискуссии в области искусственного интеллекта идет не меньше, чем по поводу определения самого термина. Выделяется три основных подхода. Нейра. Только по мере изучения, как работает мозг, мы сможем воссоздавать его искусственно. Именно этот подход ложится в основанные нейрокибернетики и разных школ с той же приставкой. Антропоморфизм. Мозг слишком сложен и до его познания далеко. Реальный путь к созданию искусственного интеллекта – компьютерное моделирование поведения человека в интеллектуальных технологиях. Чем больше, как у людей, тем правильнее. Метафора колеса. Первая и вторая концепции, несмотря на их внешнюю естественность и логичность, для создания искусственного интеллекта не только необязательны, но во многих случаях и вредны. Например, колеса в природе нет, но оно эффективнее способов передвижения живых организмов. Обсуждение нейроподхода и антропоморфизма, как общей концепции, оставляем за рамками занятия. Хотя их вред достаточно очевиден. Если бы человечество исходило из них, то застряло бы на неближе каменного века, пытаясь вместо колеса имитировать новую. Область искусственного интеллекта до сих пор выручал принцип черного ящика. Не имеет значения, как модель устроена. Главное, чтобы она обладала нужными способностями, то есть решала сложные задачи не хуже, а по мере возможностей и лучше человека. Именно этот принцип ориентирует нас на использование знаний, разрабатывать технологии под знания, а не втискивать знания пропустого ложа достаточно пока примитивных технологий. Теория знаний, которая стала в искусственном интеллекте ключевой, развивается на пересечении философии, лингвистики, математики и психологии. При этом сам прогресс области искусственного интеллекта зависит от продуктивного диалога этих наук, ориентирующегося как на решение проблем прикладного характера, так и на поиски ответов на вопросы самого высокого уровня. Что есть человек, мир вокруг нас, наши знания об этом мире. На данном этапе развития области искусственного интеллекта важно осознать, что в ее тематическую структуру чем дальше, тем больше вносят неразбериху названия. Если на первых шагах оно помогало ей привлечь общий интерес, средства и научные силы, добиться первых результатов, то теперь оно приводит к понятийному винегрету, в котором очень мешают друг другу два достаточно далеких друг от друга уровня, относимый к искусственному интеллекту тематике. Стратегическая цель искусственного интеллекта фундаментальная, долгосрочная, междисциплинарная мегапроблема, требующая серьезного осознания и глубокой разработки, а никак не сиюминутных успехов, превращающихся в фокусы, которые через масс-медиа создают у публики иллюзию того, что лет через 10-20 проблема будет решена. Интеллектуальные прикладные технологии, которые решают текущие задачи в разных областях приложений на основе оригинальных инженерных методик, тоже относимых к области искусственного интеллекта. Этим работам прямые коннотации с фундаментальной задачей искусственного интеллекта не только не нужны, но и очень мешают, например, вынуждают специалистов сознательно или подсознательно придерживаться антроповарфности, чтобы соответствовать ожиданиям заказчиков, ассоциируемым с искусственным этих двух уровней приводят к конфликту оценок положения дел в области искусственного интеллекта. Одни говорят о стагнации, забывая о том, что долгосрочные проблемы в принципе не могут работать как фейерберт непрерывных успехов. Другие же ради пиара выдают весьма приземленные успехи приложений за крупные победы в достижении фундаментальной цели. Кроме того, этикетка искусственного интеллекта привлекает массу людей не совсем адекватных, которые хотят заглянуть за три горизонта сразу, поскольку у них есть масса рецептов, как попасть туда сегодня. Ясно, что прикладные работы в области искусственного интеллекта это развитие той самой интеллектуализации, которая необходима для любых сложных практических задач. Поэтому энтузиасты искусственного интеллекта берутся за все, что угодно, и фронт приложений здесь быстро растет, хотя в основном в ширину. Что-то получается, но пока чаще всего не выше тройки, редко на четыре с минусом. Типичная история машинного перевода, возможности которого вначале переоценивали на порядке, хотя любому переводчику известно, что для настоящего перевода мало словаря и грамматики, переводится смысл, и поэтому, не поняв, не переведешь, тут нужны еще знания о той области, к которой относится текст. А эти знания и есть ядро интеллектуализации, без которого ни на какие серьезные успехи здесь рассчитывать не приходится. Например, метеосводки машине переводить по силам. Эта область достаточно ограниченная, и поэтому знания о ней можно формализовать и поместить в компьютер. А что-нибудь существенно более сложное пока не удается. Чем шире и сложнее область, тем ниже падает качество. Во всяком случае, серьезные успехи здесь остаются еще по-прежнему за горизонтом. Но тот факт, что стратегический искусственный интеллект еще очень далеко, совсем не означает, что работы в нашей области теряют практический смысл. Совершенно ясно, что сегодня интеллектуализация является ключом развития как самих информационно-коммуникационных технологий, так и всех областей, в которых они активно используются. А поскольку масштабных прикладных разработок без теоретической базы не бывает, то и для интеллектуализации она нужна, но пока не на уровне фундаментальных исследований, а в качестве обоснования концепции и методик лишения текущих практических задач.